итак всем привет с вами хуторянин выходного дня сегодня особых дел не будет сегодня целый день будет посвящен общению со своими учениками поскольку у нас обучение дистанционное сейчас у меня на электронном журнале висит порядка 67 сообщений нужно все прочитать ответить всем поэтому сегодня просто покажу что у нас на хуторе за это время изменилось вот появился появились тюльпаны почему не в таком вазоне потому что если мы их высаживаем землю то подземные животные их растаскивают съедают и принципе ну не удается их вырастить или же скажем съедают козы поэтому жена сажает их в ящики прямо в земле чтобы подземные животные не могли их съесть или же скажем вот таких вазонах потом можно их выставить в любое место повсеместно начали цвести маргаритки на газоне у нас их они сами сеются газон очень красивый вокруг клумбы появилась такая маленькая изгородь жена тут занималась два дня появился вот такой декоративный заборчик из лозы там у нас типа компостная куча чтобы не было видно вот жена тоже сделал такой заборчик закрыла эту компостную кучу декоративным забором нарциссы зацвели тоже пчелы во все охотятся на мед на пыльцу не знаю на что они охотятся появилась вот такая большая корзинка тоже с цветами экспозиция периодически будет меняться зависимости от того какие цветы будут цвести вот видите сейчас здесь стильпаны стоят вот сарае добавляется дров все больше больше становится у нас вот есть такой стол сделаны из телеги он она стоит зимой под крышей а летом мы вытаскиваем и здесь на нем пьем чай была телега стал стол с приходом тепла вытащили свою телегу стол она у нас обычно здесь стоит все теплое время года а также достали свой самовар на дровах сейчас мы его растопим вот воду уже залили растопим и будем пить с него чай вот внутри залита вода а получается внутри воды находится ну как бы сказать печка внизу находятся колосники наверное не будет видно сверху там поддув воздуха растапливается потом для лучшей тяги ставится сверху труба ну вот самовар закоптил потом закоптил загудел и минут 15 вода закипит чай получается очень вкусный вкуснее чем с обыкновенного чайника самовара есть история 2007 году мы были гостях моего однокурсника товарища друга под минском белоруссии и сидели в него беседки и он достал самовар и мне так это понравилось так это понравилось что я по приезду домой долго искал и потом нашел тоже купил себе такой самовар 60 знакомый сделал трубу поэтому николай евгеньевич тебе привет вот видишь по твои от твоего самовара и у нас самовар появился знакомым мы с колей 77 года вместе пять лет учились хотя живем сейчас в разных скажем так республиках между нами граница тем не менее связи мы не теряем иногда встречаемся часто перезваниваемся на праздники поздравляем друг друга с днем рождения то есть связь не теряем коля тебе привет от всех нас бася ты привет передаешь бася спит вот тут добавив дров вот 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 в этом году в этом году первый раз открытие сезона самоварного трава можно бросать через трубу гудит как паровоз надо сказать, что раньше самовар играл очень большую роль в жизни людей не зря он был, скажем, в избе он занимал второе место после печки потому что те люди, у которых был самовар они всегда в любых условиях могли выжить то есть они могли на нем погреть чай они могли сварить тот самый просто себе любой суп, кашу внутри самовара то есть в любых условиях они выживали самовар очень ценился, уважался не зря даже песни есть многие такие типа как у самовара, я и моя Маша то есть самовар имел, очень большую роль играл вернее сейчас, конечно, уже это как бы развлечение ну вот, самовар закипел с него валит пар он бурлит довольно быстро сейчас будем пить чай Ира, я делаю чай хорошо варенье принесли? да ты кинулась? да хорошо вот он кипит, видите, как он кипит бурно, бурно тоже вот он кипит Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Приглашаю на чай! Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok